Хоть уже мальгод трапить жидковичу утуру можно только одним шляхом – праспантонный мост. Зараз гэта довольно надейное сбудование, але зимой его обслугование потребует значных намаганьев, а рук транспорта у людей может спыняться на некольких суток. Хоть гэта зимой понтон, хучай за все, уже не спотребится. На основном мосте, який летость был закрыт, увыненько утворение расколены, сегодня проводится работа по реконструкции. При этом будовники применили технологию, якую ранее в Беларуси не выкресцовывали. Мост сбирается не на земле, як робили ранее, а на вышине. Сбудование утромливается на специальных металличных конструкциях. После завершения работы, за помогой домкрату, пролеты покладут на опоры. До 15-го версии мостобудовники снимут металличные конструкции, и тогда почнется уже непосредственно укладка полотна. Первые автомобили заявятся на этом мосте в тёмах листопада. До речи, его развлековая нагрузка – 80 тонн. Это одночасово четыре великогрузные фуры. Кошт ремонта турусского моста, сказая, около 70 миллионов рублей, сумма немалая, а лезу леком уважности объекта. Выдатковать ей было необходимо. Обращая непосредственно ремонту, сюда уключены затраты на изменение речища Припяти. Початку для махчимости проведения работ раку отвели от моста. После их завершения речища вернется назад. Нам надо еще открыть русло, потому что строительство ведется по-сухому, и пересыпать старец. Вот еще один такой ключевой момент, ключевой этап реконструкции данного моста. Полностью работы на турусском мосте планируется завершить на початку снежнее. Необходно будет убрать у всех бодовничьи плясовки и верогодно разбрыть дорогу, какую робили для подъезда на понтонный мост. Подчас поводки она может створить широк проблему. У домико-экологичных премьер-министр Сергей Румус убаченом застается задоволен. Не вельми надеянная конструкция поспехово заменяется на новую. Искренне хочется верить, что этот мост не просуществует там 30-40 лет, а строится уже на века, и минимум 100 лет будет радовать жителей Туровщины удобным сообщением. Поэтому финансирование определено, подрядчик очень солидный. И те сроки, которые глава государства определил для открытия движения по Туровскому мосту 7 ноября, строители подтвердили, что на 8 ноября они готовы перерезать ленточку. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель», Житковский район.